Награждение победителей конкурса превратилось еще в один праздник для горожан. Но вернемся на день назад и посмотрим, как эта красота создавалась. Рубили лед участники конкурса по эскизам, которые приготовили заранее. Тематика, естественно, новогодняя рождественская. Ёлочки, зайчики, ангелочки. Здесь просматривается лик Богоматери. А им всем одинаковые условия были даны, да? Все поставили мы, да, мы так и договорились. Вот одинаковые, значит, отдали призмы эти все поставили. Значит, и вот они свое, каждый свою фигуру здесь вот делает. Конкурс решили провести не случайно. При оформлении города к праздникам, особенно в зимнее время, мастеров не хватает. К примеру, ледяную сказку возле Дома Советов вояли художники из Казани. И это в то время, когда в Оренбурге есть и свои собственные профессионалы, и талантливые любители, такие как Виталий. Это окно, да? Да. А это? Это ёлочка. Ёлочка, то есть она ещё не по концу? Нет, конечно. Виталий говорит, что резать глыбу было бы легче, если бы похолодало градусов на 5. На момент награждения как раз и похолодало, да не на 5 градусов, а поболее. Согревала праздничная атмосфера. Даже высокопоставленные персоны настроены были весьма позитивно. Кто будет хороводоводить, для того школьные каникулы продлеваем до 1 июня. Дипломы за участие в первом городском конкурсе получили все без исключения мастера. Евгений Арапов пообещал, что лучших резчиков по льду будут выбирать теперь ежегодно. А с отличным дебютом можно поздравить Александра Гринёва. Его творение жюри посчитал достойным первого призового места. Ну а поскольку происходит всё в канун Старого Нового Года, то и поздравления звучали соответствующие. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Здоровья, счастья, удачи, благополучия вам, хорошей учёбы, наши ученики. С Новым Годом вас! Старый Новый Год – это редкий исторический феномен. Дополнительный праздник получился в результате смены летоисчисления. Разница между старой юлианской системой, по которой и по сей день живёт Россия, и новой, более точной григорианской, принятой в Европе, и составляет 13 суток. Снятый в 1980 году фильм довольно точно отображает атмосферу празднования Старого Нового Года. Она более спокойна и ей не свойственно присуща основному торжеству суета. Несмотря на то, что дата празднования не является выходным днём, популярность Старого Нового Года в России только растёт. По последним данным, 60% населения страны с удовольствием выпьют в ночь с 13 на 14 фужер с шампанским, под традиционный оливье. А зная, как наш народ умеет праздновать, кое-кому вторая попытка будет весьма кстати. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok